Усилить контроль пунктов техосмотра транспортных средств предлагают в независимом автомобильном союзе Казахстана. Такие меры, считают в общественной организации, позволят исключить нелегальное получение справок об осмотре машин и допуске их к эксплуатации. Никому не секрет, что в последнее время пройти техосмотр можно даже не выходя из дома. При этом разрешительные документы могут выдать в любой сервисной компании. Проблему изучила Жанна Тайтенова. Вот так просто, даже не заглядывая под капот авто, в городе проводят техосмотр практически на каждом СТО. С тех пор, как эта функция была передана в конкурентную среду, на рынке появилось немало точек, где водителям предлагают пройти технический осмотр без, как таковой, диагностики транспортного средства. Потенциальные клиенты таких нелегальных точек в основном владельцы поддержанных машин. Они, как правило, не уверены в исправности транспорта. А в последние несколько лет, благодаря развитию технологии, подобную услугу можно заказать даже через соцсети, не выезжая из собственного гаража. Водители просто фотографируют своих железных коней и отправляют представителям компании. Через несколько часов документ готов. Короче, 3500 окончательно, да? Все, я понял, 3500, да? Тогда они будут заезжать. Специалисты одной из первых станций технического обслуживания Алматы считают, что такой способ проверки может представлять опасность для водителя и участников дорожного движения. В администрации СТО заверили, что прохождение досконального осмотра машины отнимает не больше 20-30 минут. Зато автолюбитель сможет узнать, что именно нужно заменить или починить. Собирает деньги себе в карман, значит, и в казну у нас в виде налогов ничего не поступает. Конечно, процесс прохождения технического осмотра надо предупредить водителей. Он не такой уж и сложный. Где-то в пределах, там, значит, 20-30 минут. Это основные параметры мы проверяем, какие. Это самое главное. Рулевое, там, тормоза. Тормоза – это самое главное. Свет фар, потому что, сами понимаете, в ночное время я ослепил там кого-то. Это уже тоже нарушение и аварийная обстановка. На подобных станциях нет специального оборудования, которое стоит десятки миллионов тенге. Поэтому говорить о полноценной диагностике не приходится, сетует глава Автомобильного союза Эдуард Эдоков. Он считает, что деятельность дилетантов важно и нужно пресекать. Организовывать проверки, штрафовать и даже приостанавливать работу СТО, которые делают левые техосмотры. Однако такие меры могут стать палкой о двух концах, считает он. Если мы начнем репрессии такие, да, то у проверяющих органов появится такая дубинка, да, с помощью которой можно запугивать и совершенно нормальные СТО. Поэтому здесь нужно обязательно смотреть, может быть, каким-то, да, с привлечением там общественных организаций, да, чтобы увеличить достоверность и правильность этих проверок, честность их. Потому что все знают, что наши проверки, контролирующие, проверяющиеся организации, приходят, закрывают глаза за определенную плату, да, и ничего не меняется. Вот эта проблема, другая сторона проблемы. Провести технический осмотр автомобиля очень важно, в первую очередь, для самого водителя и членов его семьи. Ведь каждый автолюбитель должен быть уверен, что его железный конь не подведет на большой дороге. Жанна Татьянова, Арсений Сандыбаев, телеканал Алматы.